В Украине появились новые канадские бронемашины «Сенатор». И, конечно, любая единица бронетехники для нас важна. Этим машинам вражеские мины не страшны. И это тем более придает важности и значения именно такого типа машины, которые нам необходимы для решения вопросов как в обороне, так и в наступлении. В этом сюжете мы расскажем детальнее об этой военной технике и как те самые «Сенаторы» могут быть полезны вооруженным силам Украины. Вооруженные силы Украины получили партию новых броневиков «Сенатор» в версии МРАП. Это означает, что машины имеют противоминную защиту. И, конечно, любая единица бронетехники для нас важна, нужна. Эта бронемашина на 10 военнослужащих, то есть десантно. Это бронирование от стрелкового оружия и соответствующего уровня взрывов. В отличие от обычных броневиков «Сенатор» эта версия может похвастаться наличием улучшенной защиты от мин. За счет этого данные бронемашины лучше пригодны для решения более широкого спектра боевых задач. Она называется МРАП сокращенно, то есть тот же «Сенатор», но МРАП, значит, у него днище сделано было образное, и он прошел испытания для того, чтобы продолжать выполнять боевые задачи в условиях минирования, если произошел наезд на мин, например. Установленные в салоне сидения оборудованы системой амортизации, которая минимизирует воздействие энергии взрыва. И это тем более придает важности и значения именно такого типа машины, которые нам необходимы для решения вопроса как в обороне, так и в наступлении, поскольку преодоление второй и третьей линии, например, на юге Запорожской области, нам необходимо сейчас решаться в основном за счет личного состава саперов, которые раскрывают, а потом, значит, вот в эти коридоры заходит пехота наша на бронемашинах, желательно, чтобы они имели такую возможность противоминную, и танки их поддерживали. Такая конструкция также помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва, еще больше повышая устойчивость автомобиля к взрывам. И это, конечно, поможет вооруженным силам нашей страны достигать успехов на поле боя. С учетом того, что появился опыт летний, а именно в брак построил систему обороны, достаточно укрепленную, с большим количеством мин различного типа, минированием, то возникла необходимость иметь не просто бронетехнику, в данном случае такую, как сенатор, а бронетехника, которая бы могла выполнять боевые задачи в таких условиях. Канадские сенаторы могут выдерживать стрельбу из калибров на дальности 30 метров и скорости 695 метров в секунду. Он может выдерживать и детонацию 6-килограммового заряда противотанковой мины. Данная модификация сенатора была представлена канадской компанией в конце весны текущего года. Я хотел бы напомнить, что сенаторы, спасибо союзникам нашим, канадцам, они поставляли еще весной этого года в рамках подготовки к отступательным действиям силы обороны Украины. Новая версия броневика разработана с учетом опыта использования сенатор в составе силы обороны Украины во время войны с Россией. И они значительно превосходят более ранние модели на базе Форда. Субтитры создавал DimaTorzok